перед тем как двинуться дальше давайте еще пару слов поговорим про редаж как я уже сказал редаж это в целом интерфейс который позволяет более удобно работать с SQL запросами при этом ценность подается в сравнении например мы могли бы писать SQL запросы к нашей базе напрямую из командной строки из триминала и как вы понимаете это не самый удобный способ именно для аналитической работы забегая вперед если вы когда-нибудь продвинетесь в своей карьерной траектории именно по направлению к инжинирингу к выстраиванию хранилищ какой-то более глубокой аналитики когда требуется понимать вообще как сами базы данных создаются как они устроены то работать вот из командной строки вам точно потребуется но сейчас для нас это точно не оптимальный формат гораздо удобнее работать именно в такой более юзер-френдли среде и редаж разумеется для этого подходит гораздо лучше при этом редаж это не только именно просто в некоторые веб-морда для написания сколь запросов это еще и целая некоторая такая инфраструктура которая позволяет как делать дашборды так и настраивать алерты визуализировать наши результаты и так далее мы об этом поговорим чуть позже во второй части нашего курса сейчас надо уяснить самые базовые функции которые помогут нам писать код значит во первых вот здесь вот внизу есть две такие важные кнопочки это форматирование и авто компишен если мы включим авто компишен то мы будем получать сразу же более эти удобные подсказки что именно мы хотим написать и чтобы активизировать активировать подсказку которая вылезла мы просто нажимаем так и вы видите что здесь сразу же будет и название табличек и например вот если бы мы здесь написали select юзер айди то наши вы писать юзер айди то тоже бы эта колоночка сразу бы у нас подсветилась ну единственное я тут не помню можно ли как-то сделать чтобы ключевые слова у нас подсказывались большой буквы но в целом это не принципиально если вы будете писать из маленькой буквы кто-то здесь меня уже будет готов закидать помидорами на этой фразе если вы пишете запросы которые вы хотите дальше там сохранить из показывать коллегам добавить в какой-то там важный файл где хранятся запросы то конечно лучше придерживаться традиции написания хорошего кода и использовать большие заглавные буквы для написания ключевых слов типа селекту вера в ордер ба и так далее но если вы пишете кирпок запросы для себя чтобы посмотреть это в принципе я вам открою большую тайну все аналитики делают это я думаю большинство хоть раз в жизни писали селект с маленькой буквы и в принципе в этом нет ничего сверх запретного в некоторых базах данных даже по умолчанию подразумевается что вы пишете запросы именно с маленькой буквы вот и это нормально вот но в майской эль в подрасте наверное все таки больше принято писать как-то заглавными букв но это не так страшно в общем это это уже действительно дело стиля но конечно лучше его придерживаться и в этом смысле вот автокомплит если вы включили это помогает вам более быстро писать запросы вторая клавиша как раз таки тоже связано с форматом и она особенно явно будет появляться на больших запросах я сейчас сразу вставлю некоторые большой скриптик которым уже будем писать чуть позже и вот видите когда мы пишем большие запросы когда у нас уже несколько таблиц много функций то довольно тяжело разобраться где эти сначала где середина где конец и если мы написали большой запрос и нажали кнопочку форматировать то мы превратим наш скрипт наш запрос в более такой читаемый интересный вид и вы видите что он теперь разбит на такие ключевые смысловые блоки где select где from где условия где какие-то объединения где вложенные какие-то дополнительные под запросы мы это все с вами изучим уже совсем скоро сейчас я просто показал на примере большого запроса что форматирование очень полезно позволяет сразу не выходя из ридаша получить более красивый вид ну и даже на самом деле на маленьких запросах когда у нас большое количество например пересечи перечисления колонок там и так далее то даже здесь вместо того чтобы писать там в одну строчку мы могли бы более красиво это дело форматировать и даже на маленьких запросах это в принципе будет более читаемо опять же здесь когда я пишу и в этом в этой лекции в этих лекциях нашем курсе я буду писать запросы я как бы нахожусь в таком состоянии работы и нет немножко не да не до форматирования поэтому я вот там формулирую какие-то себя пути решения задачи пишу 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 и обычно в самом конце когда вы уже дописали вы можете просто нажать кнопочку отформатировать и в принципе все будет выглядеть довольно удобно и читаемо вот поэтому это тоже такая очень полезная полезная функция ну и сразу же забегая вперед наверное скажу что есть еще опция всегда наши с вами результаты выгрузить то есть нажать получается вот на три точечки рядом с результатами соответственно вы можете выгрузить и просто сохранить полученный результат в один из удобных для более дальнейшего работы формат и еще одна важная функция про которую не стоит забывать если вы написали какой-то запрос и допустим вы хотите его сохранить то вместо того чтобы сохранить я не знаю ваш запрос где-нибудь у себя там в черновиках вы можете сделать это прямо в ридаше можно нажать кнопочку сейф после этого например как-то обозначить ваш запрос не знаю там вот вы решать какую задачу допустим да вот и в принципе теперь вот наверху в строке браузера вы получите ой прошу прощения вы получите ссылку на ваш запрос и принципе вот вы по ней всегда можете опять попасть сюда и не потерять ваш скрипт который вы написали это тоже удобно не в принципе позволяет как-то организовывать работу более того основываясь на сохраненных запросах мы потом научимся их объединять в одни и большие дашборда и визуализировать их данные поэтому сохранять запросы удобно как с точки зрения обучения вы никогда не потеряете ваш какой-то там прогресс большие запросы так и уже чисто для дальнейших прикладных аналитических задач это основные такие функции ридаша про которые хотелось бы сказать поэтому не забывайте что вы всегда можете форматировать текст вы можете либо включить либо выключить автоподсказки вы можете сохранять ваши большие запросы потом работать с ними в дальнейшем и вы можете всегда при необходимости выгружать результаты которые вы получили в текстовый формат например чтобы какую-то часть допустим аналитики проделать уже скажем в питоне и понятное дело что это не самый такой автоматизированный способ пересылки данных между SQL и питоном но иногда там можно просто выгрузить csv и что-то сделать питончике после этого можно либо из питона напрямую подключиться к базам данных но самый наверное классический вариант когда вы сделали какую-то аналитику посчитали и просто выгружаете уже финальный результат допустим там в excel и показываете вашим коллегам